Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советую это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Также в нашей группе ВКонтакте Starstable Questions открылся свой мини-магазинчик услуг, в котором вы сможете записаться на занятия, оформить уход за лошадью или же ее тренировку, ну а также помощь в прохождении ивентов. Так что если интересно, переходи по ссылке в описании. Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналя, и сегодня у нас видео покупка лошади даже не подписчику, не соклубнику. Это что-то большее. Сегодня у нас покупка лошади моему руководителю клуба. Святой такой человек, с которым мы уже будем знакомы скоро как 7 лет. Да-да-да, этот человечек тоже попросил у меня покупку лошади. Мой любимый руководитель Люц, Люцик. Боже, сколько всего нас с тобой связывает. Так что да, сегодня мы будем покупать ему лошадку. Насколько я помню, у нее очень много лошадей. Она написала историю своего персонажа и требования к покупочке. Так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и поехали. Мне кажется, она специально пересела на Лузитана, потому что когда-то это была лошадь нашего клуба. Да, я даже уже и забываю иногда, что были времена, когда в клубах, даже в моем клубе была форма и клубная лошадь. Так вот, Лузитан был той самой клубной лошадью. Так, ну что ж, давайте же посмотрим конюшню, но вначале познакомимся с историей данного персонажа. На Юрвик Люция попала в подростковом возрасте. В то время она путешествовала в поиске себя и того, что может принести радость в жизни. Так Люция попала в этот чудесный мир лошадей. Путь Люции начался, как у всех. Усердные тренировки, падения и попытки понять тогда ее первого жеребца. С каждым днем у нее получалось все лучше узнавать Юрвик и его жителей. Но наступила осень и Люции пришлось вернуться на учебу на целый год. Девочка очень скучала по своему месту вдохновения. Наступило лето. Люция снова стоит у порога конюшни. На этот раз она точно знает, что больше не уедет в город. Она решила связать свою жизнь с лошадьми навсегда. С тех пор у Люции появился свой табун лошадей, а с ним много интересных знакомств и преданных друзей. Вау, это очень милая и интересная история. И я обожаю такие концовки, что когда резко осознаешь свою привязанность, скажем так, к загородной жизни, допустим. Не важно какой, хоть даже в домике в горах или в деревне. Не важно. Все, вот если тебе, если это твое, если это тебе понравилось, это уже все. Ты не хочешь возвращаться в город вообще и никогда. Так, давайте же посмотрим, сколько и каких у нее лошадок. О, кстати, я, по-моему, сто лет не была у нее на конюшне. У нее две странички лошадей. Если перетащить всех, кто есть в конюшне, наверное, будет две с половиной страницы. Преимущественно. А вот, кстати, интересно, у нее, в принципе, такой некий баланс по мастям. У нее есть и гнедые, и враные, и серые, и светло-серые, и даже несколько пегих. Что такое? Какой идеальный баланс у этого человека в конюшне. Ну, что сказать, не даром же руководитель. Так, у нее есть старенькие лошадки. Я имею в виду такие, как северо-шведская лошадь, фриз спортивный первых поколений. Кто еще у нее из старичков есть? Морган старенький. А дальше еще несколько лошадок. А, вот еще Араб. Потом несколько лошадок вторых поколений. Это очень приятно видеть вторые поколения на конюшне. Прям очень. И уже пошли потом третье поколение. Также у нее есть руны Бегун. Винфил, уже покинувший Юрвик навсегда. Так, Никси. И духовный скакон, подарочная лошадь десятого дня рождения. Так, ну что ж, давайте теперь зачитаем. И узнаем, какую же лошадку она хочет к себе в конюшню. Имя на любом языке, но чтобы совпадало окончание ая-ых. И так далее, если на русском. О, это она не зря мне об этом сказала. Ладно, хорошо. Лошадь должна быть третьего поколения. Очень давно хотела купить поняшку, но не решалась. Также думала насчет тенниси. Ага, это у нас были уточнения по типажу. Ну что ж, как бы мы посмотрим, мы подумаем, мы изучим, что еще. Какие лошади запрещены к покупке? Финская, кучеряха, английская чистокровная, зони и фрисская. Так, ну это все лошади третьего поколения, мы это поняли. Амуницию не покупать, подобрать то, что есть в шкафу. И стрижку можно поменять на наше усмотрение. Так, ну что ж, ладно. Я предлагаю сейчас немножечко посидеть, подумать и осознать, что мы хотим этому персонажу, что я хочу. Но если честно, как бы вот нету какого-то вау, что вот у меня сразу появилась мысль, какую лошадь ей купить. Но давайте пойдем посмотрим вначале поняшек, потому что действительно у этого человека, спустя столько лет, сколько я ее знаю, из поняшек есть только одна первая пони Юрвика, но я думаю, она была куплена еще очень-очень и очень давно. Но и Никси, потому что это старая исландская лошадка, она частично считается тоже пони, а все остальное это сплошняком обычные лошади или же тяжики. То есть действительно у нее только один пони. Так, и она сказала, что давно думала над покупкой теннисица. Ну, давайте вначале начнем с приключения поиска поняхи нашему Люцу на конюшню. Сейчас, когда я в голове начала перебирать все эти места, где у нас продаются пони, у меня в голове случилась некая поломка, потому что я вспомнила, что есть канемары, которые вроде как вышли очень-очень и очень давно и по факту являются третьими поколениями. И по факту пони, но, наверное, в этот список я добавлять канемары не хочу и не буду. Будем все-таки смотреть среди более новых поняшек. Это Дартмундские пони, Готланд, потом у нас еще Уэльские пони есть и Чинкотик. Хотя Чинкотик тоже уже относительно старый, но все равно будем выбирать среди всех вот этих вот поняшек. Глядишь, может быть, мы найдем там свою любовь. Так, первое место нашего путешествия это ферма Стива. Здесь у нас есть Дартмундские пони. Так, и давайте же посмотрим, какой Дартмундский пони бы ей подошел. Ну, кстати, вот тут у меня есть несколько идей, которые можно рассматривать. Так, вот я их выстроила, я еще посидела, подумала точно, какие масти светлого. Почему-то рассматривать не хочется, а вот гнеды, караковы или даже там, может быть, буры есть. Вот их мы рассматривать будем. Ну, какие же Дартмундские очаровательные. Просто милашечки, я не могу спокойно даже. Нельзя бросаться первому попавшемуся пони в объятия. Но все-таки, да, масти очень симпатичные. И мне прям нравится, как они все сочетаются с Люцией, с этим персонажем. Несмотря на то, что сейчас она максимально во всем светлом. И ей бы, наверное, больше подошел на данный момент светло-серый пони. Но у нее уже есть светло-серый пони. Это Юрвикская чистокровная. Потом какой у нас еще есть? Еще есть вот этот. Ну, не знаю. Мне как-то... Он, конечно, симпатичный, но мне кажется, не то. Не смотрятся они вместе. Так что, наверное, кого-нибудь из гнедых, из гнедова. Но они все такие красивые. Но пока что... Пока что мой взгляд пал на вот этого пони. И на вот этого... Это, наверное, кто? Караковое яблоко? Как тебе масть-то назвать? Симпатяшечка такая. Да. Потому что вот этот гнедовый, он, конечно, тоже симпатичный. Но по сравнению с вот этими двумя, у которых вот этот оттенок рыжего, мне больше нравится. Так, хорошо, ладно, мы поняли. Значит, запоминаем у нас две масти дартмурского пони на ферме Стива. И сейчас мы отправляемся на Южное Копыто. Потому что все остальные пони продаются там. Так, здесь у нас продаются на ферме полуострова Южного Копыта две породы пони. Это Чинкотик и Готландский пони. Чинкотик, кстати, как и были восприятием жеребят, ну, лично для меня так и остались. Вот такие вот очаровашки, худенькие, с уськой мордочкой. Мне кажется, ими до сих пор можно изображать жеребят, вернее, подростков арабской породы. Или у кого-нибудь, у кого мордашка достаточно узкая. Так, ну что ж, давайте посмотрим, какого бы Чинкотика можно было бы взять для Люца. А знаете, а вариантов-то не так много. То есть из всех вот этих вот мне нравится только вот этот Пеги. Так, а что у нас с Готландами? Так, с ними вроде бы там вариаций поинтереснее есть такие. Давайте возьмем на рассмотрение Гнедова. Воронова. И тебя, что ли, оставить-то? Ну, наверное... Наверное, кстати, да. Наверное, тебя мы и будем рассматривать. Такие тоже очень симпатичные, но все равно они очень сильно отличаются от Дартмусских пони. Появились они, конечно же, раньше. Такие вот аккуратненькие. Как будто боятся наступить на камушки с очень смешной такой именно поняшной рысью. Ну, прикольным галопом. И достаточно таким диким, наверное, карьером. А вот здесь, среди этой тройки, мне тоже больше нравится, наверное, Гнедой. Буланный. Ну, что там. Ну, нет, они, конечно, смотрятся, сочетаются. Но какая-то моя вот эта вот душевная суть восприятия идеальной лошадки на данный момент говорит о том, что Гнедой как-то сейчас подходит ей больше всего. Я не знаю, с чем это связано. Абсолютно не понимаю, как я это все ощущаю. Но, ладно. Давайте запомним, что из Готландов нам понравился Гнедой. Так, теперь Чинкотик. Что у тебя по шагу? Вот такой вот шажочек. Тоже очень поняшная рысь. Да, более знакомый манежный. У какой лошади он есть? Я забыла. Вот такой вот голоб. А, а вот карьер у него, как у юрликского поня. Очень-очень поняшный. Как будто у него бочка вместо пузика. Да-да-да-да-да. Ну, наверное, все-таки. Или, может, какой-нибудь еще. Какой оба еще ей посмотреть-то? Может быть, этот? Что это? Так сложно-то оказалось. А вот этот самый первый. Нет? Мне как-то не нравится. То есть, наверное, из вот этих всех поняшек мне больше всего вот эта масть понравилась. Но, боже, у них такие смешные аллюры. Я даже как-то даже и не знаю. Хорошо. Тут тоже нам понравились две лошадки. Теперь едем к отшельнику и смотрим уже уэльских пони. Сейчас испытала очень странное чувство. Подъезжая к уэльским пони, которые второго поколения, только я к ним подъехала, и у меня в голове просто флешбэк из 2017-го или 2018-го, когда я покупала своего первого лица. И я уже была готова просто ехать и делать эту покупку еще раз, только другой масти. Знаете, это вот когда все у тебя перед глазами абсолютно другое изображение. Вот реально картинка, как будто ты смотришь глазами прошлого. Благо, это длилось недолго. Это было очень мило, очень приятно моему сердцу, но при этом грустненько. Так. А вот здесь, кстати, тоже очень соблазнительные лошадки. Это уэльцы. Уэльский пони тип B. Такие симпатичные лошадки. Менее густая грива, чем у дартмурского пони. И много достаточно мастей. Но я не знаю, пока какую из них будем рассматривать. Давайте смотреть по очереди. Значит, у нас есть вот такие вот тут три лошадки стоят. А вот здесь вот я бы ей взяла вот этого солового... Или это Изабеллой? Нет, наверное, это соловый в яблоко очаровашка. Сегодня, кстати, видео вообще в принципе об очаровашках, потому что все поняши, милаши, и отрицать это бессмысленно. Потому что они маленькие такие, милашные. Даже если вы их не любите, даже если вы их не покупаете, все равно это так. Нет, наверное, соловый мне больше нравится. Здесь еще есть вот такой вот очень интересный мастер с фонарем на лбу и розовым носиком. Гнедой. Гнедые здесь. Мне почему-то нравится меньше всего. Вороной тоже мне как-то не ахти. Ой, как это сложно, даже не знаю. Даже не знаю, какую бы мастер ей взять. Так, получается, 7. А сколько мастер всего? 6, 7, 8. Ага, у нас есть еще Изабелловый. И еще у нас есть... Я вечно забываю про эту мастер. Я даже не помню, как она особо называется. И вот этот. Ну, Изабелловый, кстати, вообще какой-то неинтересный. Это как будто маленькая версия... Все, кстати, у него... А нет, у него одинаковые глазки. Мне показалось, что они у него разных цветов. Ну, Изабелла, это почти что тот же самый, как будто Морган, только помладше. Он просто очень похож. Да вот даже вот просто линия глаз, как будто бы немножко строение черепа, если спереди смотреть, довольно-таки схоже. А вот этот... А вот этот мне нравится. Он очень такой, прям, да. Очень красивый, я бы сказала. У него есть корешечка с косичкой. Есть косички. Длинная грива. Более длинная корешечка, которая базовая. Именно такая. Я бы сказала, обросшая коре. Ирокез. Бритый. Шишки. И... Что это? А, и короткие косички. Во, как я даже не обратила внимания, что у нас у этой лошади есть два варианта... Два вида косичек. Но я бы сделала, наверное, его с длинной гривой. Так. Что по анимации? Вот такой шаг. Я только что обратила внимание, что у них есть маленькие щеточки. Совсем маленькие, но есть. Никогда не обращала внимания. Ну, потому что у меня нету ульского пони типа Б. Потом такой рысь. Такая, такая рысь. Ну, кстати, выездковая. Мне казалось, что выездковые пони у нас с красивыми алюрами. Это только дартмурские остались. Точнее, есть. Манежный. Он когда делает манежный, мне кажется, у него ноги удлиняются. Они как будто длиннее становятся. Голоп. Карьер. И у нас есть особая анимация. Вот такая вот свеча. Тут просто как будто змея такая бежит. Голоп. Голоп, кстати, очень красивый для конкура. Если там конкур на пони соревнования проводятся, почему бы его не взять? Так. Это сложный вопрос. Сейчас это надо подумать. Я тогда съезжу, сравню с дартмурским пони. Потому что вот этот вот красавчик или красавица, я еще не знаю, кто ты будешь в будущем, он завоевал мое сердце. Поэтому, да, Готланд отпадает, Чинкотик отпадает. Идем смотреть еще раз дартмурского пони и уже определяться. Потому что у нас есть, скажем так, два претендента на покупку. Обычно, если мне нравятся какие-то две лошади, то чаще всего это две очень похожие масти. Или вообще одну и той же масти. Если разных пород. Если одной породы, то, понятное дело, там могут быть две другие масти. Но тут две разные породы, два разных пони. Один мне нравится светлый, второй мне нравится темный. И как с этим жить? Вот так ситуация. Нет, конечно, у дартмурского пони намного, мне кажется, лучше прически. У него больше вариаций. У него есть такая густая своя швелюра, лохматая грива, потом еще с бородкой. Ирокес у него с челкой. Кстати, сделайте всем пони, у которых есть ирокес, добавьте им челку. Ирокес с челкой выглядит не так ужасно, как просто ирокес. С которой, ну, вообще как-то не так. Бритый, косички, шишечки с косичкой на хвосте. И корешка. Такой вот симпатяшка. Вот такой красавчик, глазки, бусинки. Так, ну, тем не менее, теперь еще и анимацию. Давайте тоже быстренько посмотрим, потому что мы ее не смотрели, когда масти проверяли. Вот такой шаг. Прысь. Манежный. Голоп. Красиво очень. Карьер. Хвост шикарен. Можно мне такую же густоту волос? Так, и особый прием мы машем ножкой, как старые добрые лошадки, которые отправляются на остров лошадей. Ты такой красивый, ты знаешь это. Ладно. Все, ребята, я решила. Мы покупаем у эльского пони типа Б. Вот эту милоту. И давайте попробуем назвать в какой-то кивике лошадку на русском языке. И сейчас еще будем думать, кто это будет, кобылка или жеребец. Ну, кстати, надо посмотреть и понять вообще, кто это. Если вдруг вы вспомнили, что в комментарии также хозяйка аккаунта писала, что думала о Танисице. Да, она думала о Танисице. Но вариант был, что еще этот человек очень хотел купить поняшку, но долго не решался на поняшку. А тут, раз уж такая любовь, которая мне попалась на глаза, я думаю, это будет мальчик. Не знаю, я не воспринимаю эту мальчик как кобылку. То почему бы не купить пони? А Танисице человек либо сам потом себе купит, либо опять же попросит покупку лошади у меня в следующий раз. Так, значит, длинная грива. Настроить и купить. Это будет взрослый жеребец. Ага, у меня уже есть некая идея частичная. Надо только найти имя. Так. А есть какое-нибудь имя, похожее на песчаный? Есть? Нет? Ну это не честно. Тут все имена женские. Абсолютно все. Я в очередной раз разочарована в русских именах, но очень уж больно хочется мне назвать его на русском языке, но опять же отсутствие окончаний меня ввергает в уныние, что нету. Нету сахарного, песочного, славного, или какой-то там сладкого. То есть, ну вот, мужского рода нет вообще. Есть сладкое, сахарное, славное, даже славный, ладно, славный вроде бы был, ангельский, ангельского нету. Уж как казалось бы. Я бы хотела его назвать ангельский принц. Нету, нету нужного окончания. Я сколько раз пять перекрутила весь список, и самое подходящее, это ванильный принц. Ну, как бы ему, да, подходит, но я хотела что-то другое, но другого подходящего просто нету. То, что он принц, я прям точно хочу. Я очень сильно хочу, чтобы он был принцем. Ну, славный, славный принц, мне кажется, что-то, ну, не то. А вот ванильный принц подходит куда больше. Поняш, запомни, в глубине души ты все-таки ангельский принц. Просто на английском языке называть тебя Энджел Принц. Не знаю. Нет, я очень хочу на русском. Люцик, дорогой, это будет отсылкой на старые добрые времена нашего знакомства. 2017 год, когда всех лошадей называли практически на русском. Всех. Практически всех на русском языке. Так, взрослый, жеребец, уэльский пони третьего поколения тип Б, ванильный принц. Такой-то червашечка с длинной гривой. Да, с длинной гривой. 819 СК и... покупаем. Здравствуй. А почему так близко-то? Какой ты милашный. Вот это носопырка. Вот ты хороший какой. Ох ты ж, ох ты ж какой. Красивый, да, что-то. Он очень милый. Милый, симпатичный. И яблочки вот эти вот так отправить в конюшню. Ну что ж, я в шоке. Мы купили у эльского пони. Я до сих пор вот не верю. И сейчас мы отправимся на конюшню. Еще и амуницию ему выбирать. По желанию хозяйки мы должны откопать ее где-то в шкафу. Я искренне пытаюсь снимать такие видео намного короче, чем они должны быть на самом деле. Но по факту, ребят, ну не получается. Я и так очень сильно стараюсь такие видео сокращать. Но если я буду сокращать абсолютно все... Так, коням куда переместить? Давайте куда-нибудь. Давайте вот сюда вместо Морган. В общем, если я буду сокращать абсолютно все, то ничего не будет. Никакого выбора. Просто по факту приехали, купили и все. А как бы... Ну хочется, чтобы все-таки была интрига, был сюжет какой-то. Поэтому я очень искренне извиняюсь, что видео выходят такими долгими. Короче, просто не получается. Здравствуйте, ванильный принцушка. Он такой... Ну он как же ребенок. Ну как подросток точнее. Да. Оте бузечки. Оте симпатяшечка. Какой ж ты хороший. Глазки еще такие, они прям янтарные. Если бы они были голубые, то это просто был бы выстрел в сердце. Но тут... Так, а почему мы не дымим? Че ты такой маленький? Они хорошо смотрятся. Особенно со штанами в данный момент, в данном случае со штанишками. И нет, я старалась покупать лошадь не под нынешний комплект одежи персонажа, а именно, скажем так, и по ощущениям, по моим ощущениям, какая бы лошадь подошла данной хозяйке. А вот сейчас надо будет найти амуницию. И здесь, пожалуйста, явно надо нажать на паузу. Ну что ж, мы готовы. И я прям в большущей радости от того, что у меня получилось. Просто какая красивая пара. Люц и ванильный принц. Мне так нравится, как на нем смотрится этот вальтрап в сочетании с черным седлом и черной издечкой. Плюс еще повезло, что в шкафу нашлись подходящего оттенка штаны и вот эта кофточка, плюс еще белые перчаточки. То есть, они так классно сочетаются. В общем, вот такая теперь компашка. Надеюсь, я когда-нибудь вижу Люца на тренировках или на каком-нибудь мероприятии на этом пони. Очень классно. Ну, просто милашно. Я теперь тоже хочу уэльского пони, которого, насколько помню, у меня тоже нет. помню, как бы, если вы тоже захотели себе уэльского пони, не благодарите, потому что, если вы не покупаете какую-то породу, но вы хотите ее купить, просто включите какое-либо видео с покупкой данной породы и сразу побежите ее покупать или начнете на нее копить. Ну, а сейчас, дорогие друзья, дадим слово хозяйке. Видео именно с реакцией не будет, комментарий не будет, хозяйка просто запишет голосовое сообщение с реакцией на эту лошадку и сейчас мы как раз и услышим, что она думает об этой парочке. Так, я захожу, не смотрю на экран, у меня пока загрузка идет, придется немного подождать. я даже не знаю, кто там будет, я не знаю. Все, я закрыла глаза. Господи, что ж так долго? Я волнуюсь. Все, сейчас покажу, сейчас покажу. Я зашла, божечки. Какая милаха. Какая прелесть. Ульский пони. такой красавец. Утима же плюшечка такая. Ванильный принц. Да, он прям ванилька такая мягенькая. Такой красавчик. Я не могу. Носик такой розовый. Какой он красивый. Божечки. Я все хотела понях и не могла выбрать какого. Но мне очень понравился. И аллюры красивые такие. Не могу. он. Спасибо. Спасибо большое. Буду его сейчас качать. И может тоже на нем приведу сегодня на сходку. Я правда очень рада. Мне очень понравился он. Вот это милашечка такая. Милашечка прям. Очень миленький. Спасибо. Ну что ж на этом все. Покупка подошла к концу. Я очень рада что хозяйке понравился наш новый дружок ванильный принц. И я надеюсь что ей будет еще не менее приятнее прокачивать эту понюшку. И в будущем хочу пожелать им только удачи в тренировках прогулках развитий ну и просто приятного времяпроповождения вместе друг с другом на юрике. Ну а на этом все. Я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам, ну и до встречи в следующем видео. Если хотите тоже чтобы я покупала вам лошадку, пишите мне в личные сообщения вконтакте или в моем телеграм канале. Пока! Субтитры